Анастасия Тишкина рисует с детства. С кистью девушка не расстается до сих пор, несмотря на то, что работает в совершенно другой сфере. Её любимая техника – сухая пастель. Но на арт-поляне художница пишет осенний натюрморт акриловыми красками. В клубе «Арт-позитив» творческие встречи не редкость, проходят минимум четыре раза в год. В культурную субботу это мероприятие решили сделать общегородским. Всё-таки это делается действительно для горожан, для их возможного развлечения в качестве досуга. Но вообще формат интересный. То есть здесь, конечно, могут и сами художники показать своё мастерство одновременно. И в то же время, если людям интересно, как работает художник, они могут задавать вопросы. Творческая мастерская художников «Арт-поляна» распахнула двери как для признанных мастеров, так и для тех, кто делает на творческом поприще первые робкие шаги. Алиса Грицкова в этом году только поступила в художественную школу. На «Арт-поляне» девочка рассчитывает не только проверить свои силы, но и понаблюдать за работой опытных художников. Сейчас я рисую осенний натюрморт. Там изображены тыковки, овощи в тёплых тонах. Я пытаюсь изобразить вот эту смородину, так называемую, тыквы и другие овощи. В будущем «Арт-поляну» планируют сделать традиционным мероприятием. Инициаторами творческого проекта стали художники клуба «Арт-позитив» и специалисты МБИЦ. Тема встречи – оранжево-жёлтый бум. В таких тонах оформили художественную поляну, которую сейчас и изображают на полотнах. Она посвящена осени, нашему урожаю. И если посмотреть на нашу «Арт-поляну», то на ней видно, что у нас там есть и тыквы, и перцы, и баклажаны. Есть калина красная, которая у нас в многих на огородах растёт. То есть, такие признаки осени. Помимо «Арт-поляны», МБИЦ для своих юных гостей подготовил игротеку, в которой они могли весело и интересно провести время. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.